Всем привет! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multorocky.ru В одном из прошлых уроков, точнее сроков, с которых мы начали изучение создания игр, это был первый урок по созданию спрайтов. То есть мы создали вот такой вот спрайт, вот уроки, если вы перейдете к плейлисту по созданию игр и откроете его, то первый урок был по созданию спрайтов. Мы его потом, конечно, никак не использовали, это сделано только на будущее было. Потом начались уроки по созданию игр. Кстати, если вам YouTube неудобен в качестве такого поиска, вот у меня на сайте тоже все удобно отсортировано. Вот так вот, сегодня я хотел записать именно урок о том, как оживить нашего персонажа, то есть как оживить анимацию, не то, что я нажимаю сейчас лево-право стрелку на клавиатуре, и он идет налево, либо направо, нет. А сам факт того, чтобы нам загрузить анимацию и чтобы она работала. А вот все эти движения мы уже создадим, ну то есть мы уже создавали это обычное слово. Если нажал кнопку, то персонаж двигается направо, стакается в скорости, если нет, то налево, да. А здесь персонаж просто вот запрограммирован вне зависимости от нас двигаться налево, либо направо, вот он от стенок отталкивается, он вот так вот падает. Это все спрайт анимации. То есть в следующий урок мы посвятим тому, что загрузим наш спрайт и запрограммируем его правильно. То есть поговорим об этом. А сегодня я хотел бы дополнить вот тот самый первый урок, вот этот урок, дополнить еще одну информацию. Она вылезла вот чуть попозже, буквально на днях, но вот она вылезла, мне бы хотелось вам ее рассказать, потому что она, ну не то что мешает, ее нужно знать, чтобы правильно сделать спрайт. То есть все, что сделано в том уроке, оно все актуально. Но посмотрите сегодняшний урок, и вы поймете, о чем я говорю. Итак, вот то существо, которое двигается направо, направо-налево, это все переключение спрайта налево-направо. И написано какое-то действенное. Так вот, вот наш спрайт, который создан и движется направо. Все это мы с вами создавали в предыдущих уроках, но анимацию вы можете изучить по моим прошлым урокам по Аниме Студия Про. Итак, вот спрайт с первого кадра он. И смотрите, здесь довольно красиво так выглядит. Так запустить все идет волной. Так вот, все хорошо. И у него есть какой-то размер. Мы заходим в настройки проекта. Так, настройки проекта. И здесь мы, как в уроке, меняли размер, как вы помните, да. И так получилось, что 840 это длина, да, и высота 40 получилась. Ну, такой размер у нас выше. А теперь давайте загрузим еще одну анимацию. Я загружу именно файлом, перетащу, чтобы это как бы был другой проект. Итак, я перетаскиваю сюда. Это анимация падения персонажа. Вот, выглядит она следующим образом. И сюда я загружу вот эти файлы. Только эти файлы. Нажимаю ОК. Сейчас она у меня экспортируется. Вот. Так выглядит уже готовый спрайт на анимацию падения. Итак, сейчас посмотрим, что я вам смогу из этого показать. И что из этого реально работает. Так, я стою в каком-то из кадров. Во-первых, это папка. Что она нам говорит? Она мне ничего не говорит. Следующая. Следующая тоже нам не о чем говорит. Хорошо. Значит, будем работать с этой. Итак, смотрите. Вот такой вот у меня спрайт подготовлен. То есть, одна анимация у меня сделана и персонаж какого-то определенного размера. Как вы понимаете, мне нужно всегда держать персонаж определенного размера. Давайте я вернусь. Первый кадр вот так. Персонаж мне всегда нужен держать определенного размера. Какой бы он у меня ни был. В данном случае у меня вот такая вот анимация. Первое, что я делаю. Ну, логично. Представить, что я равняю своего персонажа по размеру. То есть, изначально я создаю анимацию удобную мне. Вот я могу вот так нажать. Давайте посмотреть. Да, как будто он на зонде болтается. На самом деле, эта анимация была сделана вниз. То есть, персонаж падал. И потом уже все эти фазы разложены прямой. Как вы знаете, по правилам нужно все раскладывать вот в одну прямую линию. Я здесь еще об одном моменте скажу сейчас, пока не забыл. И продолжу. Смотрите, вот вроде бы персонажи друг друга не касаются. Здесь понятно. Он стоит. В принципе, видно зазор. И мы ставили такую палочку и выставляли персонажа. А как тут-то выставить персонажа? То есть, они занимают все разные места. Где этот квадрат виртуально взять? А все очень просто. Вот если я раскрою любого из персонажей, да, то у меня здесь есть вот, видите, квадратик такие. Они сейчас скрыты. То есть, изначально намечена зона. Вот видите, я двигаю, и дальше эта зона, он у меня не двигается. То есть, я всегда знаю, какая зона. И когда я расставлял, я расставлял вот вместе с этими включенными фонами. Они все одного размера. Персонаж всегда занимает всего одну зону, в которой он двигается. А потом, просто по ходу, когда мне уже надо было вводить эту анимацию, я взял и отключил. Отключил эти спарайты. Вот таким вот образом. Итак, хорошо. Вот мы расставили наши фазы, и теперь нам нужно выровнять размер нашего персонажа. Ну, берем инструмент масштаб-слой, либо этот выбираете. Это мой замененный инструмент, а урок об этом был. А это инструмент ваш универсальный. Ну, я возьму свой инструмент и сравняю размер. Потому что размер персонажа обязательно должен быть одинаковый, иначе разойдутся, когда вы будете справиться по своим... Ну, вот он слишком большой сейчас. Давайте сделаем чуть поменьше. Примерно так. Все это делается вручную. Так. Ну, размер саппал. Все хорошо. И смотрите. Давайте я сейчас попробую угадать, какой же это размер. Вот видите вот эту длину. Вот если я примерно сюда перенесу и добавлю еще немножко и еще немножко. В принципе, это будет 2-2,5 длины вот от этой. А высота? Высота всего в 2 раза больше, чем до этого была. Давайте изменим размер проекта. Итак, у меня ширина 840, и я сказал, что давайте умножим ее на 2,5. Я вот так вот в уме это умножать не могу. 840 умножить на 2,5. Примерно. Получают 2,100. Ну, хорошо. Тогда вот здесь снимаем галочку, чтобы пропорции у нас, как бы не было пропорций, да? Получается 2,100. Ну, а высота, я сказал, в 2 раза больше. Примерно 80 получается высота. Нажимаю ОК. И что бы вы подумали? Смотрите, вот здесь был небольшой скачок, но видите, насколько изменилось? То есть минимальное изменение. И вы сейчас подумали, ладно, наверное, мы что-то ошиблись. Наверное, не 2,100, а в объем там еще, например, 2 раза больше. Вот я прямо так, чтобы не заслонять. Снимаем здесь галочку обязательно. Например, 3000 давайте себе в объем. Ну, чтобы уж так наверняка, чтобы уж вытянулось, да? Размер кадра. И вот получается такая фигня. И вы понимаете, что, ну, вообще-то это небольшой обман, потому что мы конкретно видели, что до этого кадр был вот такой. То есть достаточно было в 2-2,5 раза его увеличить. Мы уже увеличили довольно много. И возникает такой вопрос, что происходит и почему так? Тут я не смогу ответить на этот вопрос, потому что аниме-студио в этом случае живет своей жизнью. То есть вы создаете какого-то размера персонажей, а потом есть отдельный размер сцены. То есть размер сцены не зависит от размера персонажей. То есть вы, когда создали мультфильм, потом сказали, что вот этот вот квадрат, который у вас прямоугольник, да, был, теперь не 1280 на 720, а 1920 на 1080. И ничего не изменится. Только размер кадра уже действительно станет нужным. А сама рамка размера не меняет. Вот здесь, по сути, происходит то же самое. Программа не меняет вот эти координаты. То есть он как вот вытянул мне 800, больше он, наверное, особо не может, да, вытягивать. Так и получилось. Поэтому этому моменту доверять нельзя. У вас не какой-то вопрос, а как же мне отсюда вывести параллельную анимацию? Здесь нужно две пары граммы хотя бы. Для этого воспользуемся автор эффектом. Так вот, давайте я эти ключи, на самом деле, перенесу в первый кадр. Ну, потому что принято спрайт брать из первого кадра, конечно. Вот, перенес первый кадр. И давайте сделаем вот такой вот довольно хитрый ход. Раз уменьшение и увеличение размера мне роли не играет, мы ничего не понимаем, я сделаю следующее. Я выведу картинку размера 4000 на 100. Например, на 100. Вот так вот. То есть это размер сцены. Сколько кадров нам безравен. Мы все равно анимацию не выводим, мы выводим спрайт. Итак, вот моя вот эта вот анимация, довольно длинная. Я делаю теперь следующее. Я отключаю все немножленные мне слои. И уменьшаю размер. Уменьшаю размер до такого момента, чтобы этот спрайт, он влез в эту рамку. Вот так вот. Вот таким вот образом. Вы сейчас скажете, но мы же занизили размер персонажа, да? То есть он получился маленький. На самом деле не переживайте по этому поводу. Мы сейчас в After Effects с вами это немножко обработаем, и вы поймете, что все придет к тому уровню, который и должен быть. Вот так вот наш спрайт помещается в рамку. И давайте проверим еще раз, что землю не касается вот самой нижней фазы. Я еще могу немножко пониже все это дело опустить. Вот так вот. Это самая нижняя фаза. Хорошо, давайте выведем этот спрайт. Файл экспорт анимации. Экспорт анимации с первого по первый кадр выводим. Выбираем, например, рабочий стол вот таким вот образом. И на рабочий стол, естественно, формат .png. Итак, сейчас появится вот такое окно. Оно будет секундизировать о том, что идет экспорт. На самом деле сейчас программу уже можно закрывать. То есть рендер с программой, он уже никак не связан. То есть отдельно идет рендер, отдельно идет работа программы. Итак, хорошо, вот наша полученная спрайт, пока непонятного нам размера. И давайте я заберу себе спрайт, спрайт вот того персонажа, который был направо. То есть от которого мы отталкивались. Можно так сказать, что смотрите, мы создаем с вами самого первого персонажа в каком-то размере, а потом под него подгоняем уже соответствующие размеры персонажа. Ну, вы сейчас это все поймете. Итак, открываем After Effects. Итак, After Effects у нас открылся и перетаскиваем две эти фотографии, вот эти вот две, на панель библиотеки. Хорошо, перетащили. Давайте я поле немножко сдвину. И вот эта фотография, которая у нас была сделана сейчас последней, давайте схватимся за ее значок и перетащим на значок, и у нас создается композиция полностью с размерами этой сцены. То есть вот у нас такая сцена большая, камера, да, большая была. Собственно, сцена создается с параметрами данной фотографии. Ширина, высота, если будет скорость кадров этой секвенции, значит, перейдет скорость кадров. Давайте сюда теперь загрузим еще оригинальчик. Это вот то, что мы изначально с вами сделали. Посмотрите, насколько персонажи эти маленькие. А теперь все очень просто. Выбираем наш нижний слой, нажимаем клавишу английского S. Это для того, чтобы вызвать скейл сразу, чтобы не жать здесь, не открывать индивидуально. Прячем клавишу S. И уменьшаем размер. Уменьшаем размер. И вот так вот можно хвататься и перетаскивать. Вот можно местами эти слои поменять. На самом деле. Так, двигайся наверх. Поменять и сравнять размеры персонажей здесь уже. Вот таким образом. Сравняли размеры. Ну, вы видите, что они одинаковые. И теперь перетаскиваем эту композицию пониже. Вот. Все, в кадр у меня он влезает. Вот тех маленьких щелочков я теперь могу удалять. Ну, они мне нужны. И вот, смотрите, мы подвинули. То есть мы сейчас видим, какой реально размер кадра. То есть там бы мы вводили, и все равно вы видели, что наши персонажи были очень большие. Мы их уменьшали. Здесь мы их подогнали уже в After Effects и нужном размере. И сейчас вот эту фигню просто обрежем. Каким образом? Здесь можно вот так вот нажать Fit, чтобы вписать в окно. Если у вас здесь серой клетки нет, а все черные, вот в таком ключе, вот этот значок отвечает за это. Итак, правая кнопка мыши на композицию, которую мы создали, и композицию сентингов. Это настройки композиции. Здесь все очень просто. Здесь вы можете вот так вот уменьшать, увеличивать размер композиции. Ну, давайте в объем 3000. Что нам программа на это скажет? Программа, видите, вот она уменьшает, она вписывает в окно. Ну, давайте 2 напишем. Так, только не 200. Ошибся, конечно, 2000 надо написать. Так, еще раз. Давайте напишем 2000. Вот 2000 почти влезло. Наверное, здесь примерно получается, ну, 1900, наверное. Вот. Нажимаем сюда. Да, примерно влезает. Но вот, видите, персонаж уже тот не поместился, поэтому все-таки лучше отставить 2000. В следующем уроке по программированию вы поймете, почему. Лучше больше, чем меньше. Что касается высоты. Ну, высота у нас буквально на 20 пикселя расходится. Давайте сделаем 80. Ну, 80, опять же, видите, получилось много. Мы обрезали нашего персонажа. Больше, чем надо, тоже запасом хранить не надо. Но главное, чтобы у нас вот ширина была. Ширина была выбрана верной. Если шириной будут косяки, то все будет плохо. Итак, смотрите. Вот колесико мышки, если мы нажимаем колесико, мы можем вот так вот сдвигать сцену. Азумироваться тоже колесиком мышки. Либо вот этой рукой можно вот так сцену перемещать. Это горячие клавиши. Так вот. Вы помните, что был у нас первый такой квадрат? Какого он размера? Да понятия не имею, какого размера. Вот примерно сделайте так, чтобы отступ здесь был вот такому отступу равнялся. То есть, видите, там вроде уже видно другого персонажа. А, кстати, у нас там персонажа залез. Сколько у нас там еще персонажа спрятался? Нисколько. И вот там, видите, у нас не помещается, поэтому нам все-таки нужно больше. Что-то не заметил в то момента. Давайте сделаем 2200, например. Выпали у нас персонажи случайно. Вот. Почти поместилось. Так, 2300 пойдет. 2400. Да, вот в таком ключе все вылезает. Так вот. Двигаемся к самым первым персонажам. И делаем так, чтобы его отступ равнялся отступом между этим персонажем. Потому что потом мы сможем сказать, что сделаю начальный отступ, чтобы брать спрайт. А если мы изначально сделаем так, то нам придется как-то стартовать. Стартовать, то мы стартуем. Только потом вот этот вот маленький шаг, он не будет равняться вот этому шагу. Вот в чем дело. Поэтому здесь изначально можно делать чуть больше, чем надо. Это на всякий случай. Для страховки. Ну и в конце, опять же, видите, наш персонаж упирается в границу. Наверное, тогда надо сделать 2500. Чтобы уж точно все вылезало. Хорошо, вот будет все вылезать вот в таком ключе. У первого персонажа оставляем немного места. И если я, опять же, включаю этот слой, то мы видим, что... Так. Двигаем этот слой. То мы видим, что размеры персонажа, видите, одинаковые. То есть размеры не изменились, и все в этом плане будет хорошо. А с размером кадра мы с вами сейчас уже поиграли и настроили в нужном образом. От After Effects нам больше ничего не надо, поэтому мы можем выводить анимацию. Здесь я Composition, например, Save Frame. И сохранить как файл. И вот здесь я настройки. Здесь просто помолчай нажимать ОК, ничего там не надо ставить. Здесь формат ставить PNG, естественно. Нам нужно прозрачный. Так как это PNG, не забывайте здесь поставить RGB плюс альфа. То есть альфа-канал нам нужен прозрачность. И здесь выбираем, тоже все это дело сохраняем на рабочий стол, например, 23. Все. И сохранились. Файл у меня уже появился, вы звука не слышали, потому что у меня наушники одеты. Один момент важный. Обратите внимание, что мы нажали сейчас Save Frame, то есть реально фрейм, в котором мы стоим. Возможно, когда вы перетащили, можно выводить анимацию, как я рассказывал по After Effects, вот таким образом. Это Render. То есть это Render и все то же самое. Все те же самые настройки. Но этот Render начнет выводить анимацию. Обратите внимание, почему у меня композиция в один кадр, видите, даже таймлайн не двигается. Это все связано с тем, что After Effects запомнил последние настройки, с которыми я работал. Вот если вы зайдете направо и перейдете вот сюда, то есть время старта 0.0 и длительность, да, например, по страницам 10, например. Нажму ОК. Вот у меня теперь здесь таймлайн прям 10. Вот его можно так вот разумировать, 10 секунд прям есть. Так вот, если вы пойдете вот тем путем Composition Add to Render, то начнет выводить эту анимацию. И смотрите, на рабочем столе у вас будет 25 кадров в секунду сделано, да. Это 600, там 800 фоток. Обратите внимание, следите за ним. Так вот, если вы случайно так сделали, ну, вам придется все удалять. Либо проконтролируйте этот момент, если вы привыкли работать через Add to Render, то нажмите английскую клавишу B и английскую клавишу N. Все это дело ограничит композицию слева и справа, видите, вот такой ползунок. Вот он автоматически, в принципе, двигается, но можно нажать B и N английскую. Потом зуммироваться вот таким образом правой кнопкой мышки и вот сюда. И тем самым мы сделали из композиции 10 секунд, опять же, композицию в одну секунду. И что мы пойдем вот этим путем? Что Save Frame, просто Frame мы сохраним, будет результат один и тот же. Ну, я просто должен вам про это сказать, потому что бывают такие ошибки. Я сам в свое время вводил себе по тысячу фоток на рабочий экран. А так как у меня это все не влезало, это было где-то вне, мне приходилось выстраивать и все это собирать. Очень ужасно. Итак, вот наша фотка, которая была изначально с персонажем, который я направил, а вот наша экспортированная фотка. И я вас уверяю, что размеры персонажей одинаковые. Почему нам кажется, что они разные? Ну, это просто режим отображения, у меня все на экран не влезает. Вот как он открыл эту фотку, у меня экран-то маленький, всего 1280 на 800, да, фотку у нас гораздо больше, поэтому он как-то так модифицирует. Но в реальном размере персонажей у нас разный, потому что мы это настроили в After Effects. Вот об этом я и хотел вам рассказать, что не ведитесь на ту уловку, которая идет в анимат-студии, иначе размеры персонажей у вас разойдутся. Ну что ж, в следующем уроке мы поговорим о том, как как раз-таки вот запрограммировать, правильно запрограммировать анимацию, чтобы она у нас могла в дальнейшем анимироваться. У меня сейчас комп притормаживает, тоже запись урока идет. Вот, ну вот здесь тоже правильно настроенный персонаж. То есть даже если не двигаться при нажатии кнопок, все равно он правильно настроен. Об этом мы с вами поговорим, то есть как загрузить и правильно настроить персонажа, чтобы потом вы ему могли прописывать любые команды, которые мы с вами до этого проходили. Ну что ж, спасибо за внимание, с вами был Александр Птичкин, и до встречи в новых уроках. Пока.